здравствуйте друзья у нас вопрос с утречка меня зовут сюзанна 20 лет живу в армении через три месяца окончил университет по специальности экономика человек я очень деятельный поэтому уже сумела устроиться на интерншип посольство сша а говорят сейчас уже там на кавказе в армении в грузии по-русски не говорят и как хорошо пишут мои коллеги американцы и сам посол сша очень довольны моей работой и с удовольствием со мной общаются сама я не совсем армянка у меня также имеются русские и еврейские корни и поэтому даже внешне меня часто во время работы принимают за американку английским я конечно владею свободно действительно сейчас же все свободно все так полтора года назад окончательно решила до 18 что буду жить и работать сша сначала заполнила заявку на розыгрыш видимо лотерея green card но конечно пролетела в этом году заполнила снова дело не только в экономике я просто не чувствую себя тут на своем месте в детстве меня часто гнобили потому что я не как все честность принимали за признак недалекого ума а желание справедливости и законности застукаческие наклонности передо мной возникла проблема вот я окончу университет у меня нет ни имущества ни денег молодая девушка без мужа и детей веду туристическую визу туристическую думаю не дадут а если и дадут то с новыми фокусами трампа и депортировать могут навсегда если остаться по турвизе ну это я не знаю что такое остаться по турвизе в нелегалку перейти сейчас экономика у нее специальность будет до ночи она закончится университет будет экономист замуж я тоже не хочу я из тех девушек которые сами по себе добиваются своих целей кроме того у меня уже есть серьезные отношения мы абсолютно уверены в том чего хотим то есть их уже двое в начале я готова с трапа идти на любую работу мыть тарелки драйвить полы лишь бы зацепиться мне не важно есть органическую еду и жить в хороших условиях я боец по жизни не знаю зачем но периодически рассылаю резюме по американским фирмам видимо вам в армении да уже три раза получала приглашение на интервью на хорошие позиции они от в америке хорошие позиции в чикаго нью-йорке и сан-франциско но конечно речи о H1B не шло так откуда же H1B то у нее вот еще образование высшего нет я не хочу трусить из-за отказа в визе но боюсь поспешными шагами испортить себе историю не знаю каким путем мне попасть в сша на легальных основаниях не знаю какой путь лучше выбрать в моем случае для меня очень важно было бы услышать ваше опытное мнение о том стоит ли мне ехать смогу ли я без особых средств найти себя а также каким путем вы считаете мне стоит иммигрировать что же друзья давайте мы посмотрим все-таки существенный вопрос существенный вопрос состоит даже не в том чтобы визу получить например она может поехать по программе work and travel в конце концов и ей совершенно не помешает то что она молодая там незамужняя и детей нет там и так далее но пожалуйста езжай по work and travel вопрос же в том что она дальше собирается делать и как ей легализоваться то есть с одной стороны конечно когда она закончит университет закончит ей может быть будет сложнее получить визу вот сейчас например ну вот она пожалуйста там приедет по work and travel а дальше как или хорошо она закончил университет и все равно приехала там по какой-то допустим туристической визе ну и дальше что хорошо говорит по-английски молодая симпатичная энергии много глаза горят ну пожалуйста полно работы вот нелегальные сколько хочешь ну сколько хочешь но вот я не знаю никого кто реально вот допустим еще по-английски бы говорил и остался бы там без работы тем более что я не знаю может ли она там сидеть с детьми или с пожилыми людьми там и так далее но но в общем то как бы не не вопрос совсем тем более на самом деле я хочу сказать все-таки их тоже двое то есть она горит я экономист я буду экономистом я там то есть но все-таки их двое и в этом плане существенно что там 2 как он смотрит и вообще какая у них там перспектива совместная то есть может быть дополнительные возможности есть открывающиеся через молодого человека например они так но в общем и в целом понимаете нет такой статьи иммиграционные типа этом в неволе не размножаюсь на родине такой статьи нет поэтому или так скажем душой я с вами вот нет такой статьи кто душой с нами тут значит поэтому дело не в моем опыте а дело в том что законодательно так устроено что страна закрыта для иммиграции если вы видите кого-то кто иммигрирует это правда это бывает но страна закрыта для иммиграции есть несколько вот там таких маленьких канальчиков вот есть канальчик там брак семья ну пожалуйста да никаких ограничений пожалуйста создали семью ну вот никто не подходит там другой там политического убежища тоже какой-то вот сейчас его хотят там со 100 тысяч там уменьшить до 50 и так далее по бизнесу можно по по работе можно да значит но я не хочу сказать что экономист не может приехать сша по рабочей визе как раз вчера статистику смотрел на эту тему и было по за год там полторы тысячи вот экономистов но дело в том что это уже какого-то высокого уровня экономисты это люди которых везут сюда как экономистов не имея возможности наверное найти здесь своих там или как то то есть конечно есть люди международных компаниях работают и так далее у них такой опыт без них не обойтись поэтому ну да можно конечно можно там на месте например у себя в стране найти работу там в американской компании там вырасти до какого-то уровня потом внутри корпоративный перевод и так далее это может долго продолжаться если 20 лет и все горит земля под ногами горит и хочется прямо сегодня там и так далее проблем с работой нелегальный у него не будет она приедет на себя заработает там на на что-то такое на скромные условия достаточно но но все равно вопрос легализации же остается и и такого прямого в лоб решения нету чтоб сказать значит так в твоей ситуации делаешь это и это то есть в ее ситуации нужно закосить под что-то закосить потому что если не закосить то ответ невозможно если закосить ну да ну тогда закосить вот политическое убежище под там я не знаю что еще бывает я я не специалистом по путям иммиграции там и так далее значит но ситуация сложная вот нам могут сказать а пусть приезжает сша пусть учится пусть на магистратуру приезжает можно можно приехать в магистратуру да получить там бакалавра своего получится по экономике пусть придет сша пусть получится здесь и это может как бы акселерировать процесс до таким не акселировать другая другое слово но во всяком случае катализировать я это поможет катализировать процесс да то есть вот раз и потом как-то вот с рабочими визами к этому времени глядишь уже какие-то будут бог может быть более льготные условия вот сейчас пытаются сделать есть иконопроект такой о том чтобы закончил университет американский мать на мастера особенно да есть работодатель получите грин карту сейчас вот есть такое предложение пройдет или не пройдет я не знаю безусловно это предложение либеральная и она идет в разрез с а трамповским как бы пониманием этого дела что надо лишить возможность лишить конкуренции местного человека чтобы никто с ним не конкурировал особенно если мы говорим про выпускника университета послушайте даже не то что мы берем на работу какого-то иностранца который таки да что-то знает и мы готовы ему много платить мы берем выпускника университета так а у нас свои есть другое дело что если они будут это делать если будут выдавать грин карты тем кто закончил университет нашу работу то университеты американские просто расцветут но не американские университеты как бы голосуют за президента правда это совсем другие люди поэтому не знаю с точки зрения там скажем такого политического наворота там криков ура и там вешение себе медалей на грудь значит в том смысле как сегодня вешают медали на грудь значит правильно было бы не пущать конечно но не знаю посмотрим кроме того и нынешняя администрация не вечная ну правда девушка еще молоденькая поэтому ответа на вопрос нет я я честно говорю значит и специальность у нее не ходовая пойти вот ее специальность 18 лет 18 лет она решила что будет жить в америке и вместо того чтобы перескочить на какую-то профессию которая более ходовая по американским понятиям например да то есть она осталась по своей этой а что тут мама господа нам перекрыли проезд а как же тогда ну ладно значит будем убежать нехорошо так давайте я переверну чтобы вам тоже видно было что я вижу вот я поехал дать подъехал думаю покажу ребятам вот как ехать по красивым городским улицам и вот на тебе так ладно дождливы нынче значит к чему мы это все это вопрос который задают очень многие люди да а как мне эмигрировать при том что я очень хочу и вот это вот очень хочу оно конечно здорово то есть если не очень хочешь что не очень и эмигрируешь это мы все понимаем тут как бы америка не открыть на этом месте но все-таки принципиальный ответ состоит в том что это вопрос нерешаемый если только вы не либо волею судеб либо своими какими-то действиями не перейдете в другую категорию в какую-то для которой есть такая вот возможность причем категория достаточно узкая мы перечисляли поэтому я даже не а я могу дать какой-то общий совет читайте иммиграционные форумы смотрите там блогеров но я я не знаю ни одного форума и ни одного блогера который вам расскажет за пределами ну как бы очевидного вот скажем того что я уже сказал за пределами этого вам расскажет как эмигрировать просто потому что очень хочется вот даже даже не представляю так что мы возвращаемся к политическому убежищу к обучению в университете с последующим получением работы к браку к бизнесу и так далее и насколько это применимо вот девочки она должна смотреть сама и собственно любой из нас также так что вот на на этом месте мы наверное и расстанемся но вопрос был как не напортить себе там это вопрос который имеет смысл только в контексте только в контексте того что у нас есть некий более отсроченный путь более отсроченный и мы спрашиваем себя как бы нам преждевременными действиями необдуманными не обломить себе вот этот отсроченный путь но отсроченного пути то мы не видим вот вот не было сказано что через там пять лет или там через восемь лет я вот так смогу реально эмигрировать а как бы мне вот сегодня не повредить а нет пути то вот не через восемь не через десять мы пока ничего не увидели поэтому значит сама постановка вопроса как бы не навредить должна предваряться вариантом которому можно навредить если такого варианта пока нет то и навредить ничему такому нельзя можно сказать а вдруг когда-нибудь появится вот сегодня допустим я поеду нарушу какие-нибудь правила вернусь домой а через там десять лет или там через пять у меня появится какой-то путь о котором я сейчас даже и не подозреваю но вот этому-то пути я тогда и помешаю может быть и так да почему нет но это уже очень-очень умозрительно и такая схоластической схема получается поэтому я я не могу реально ничего сказать значит кроме того что это такой процесс но как бы что белым и пушистым не получится если у вас нету так скажем родителей которые с которыми вы воссоединяетесь или там мужа который вас забирает страну или вы такой специалист что вас долго уговаривали вы наконец согласились понимаете вот во всех остальных случаях не получается бело и пушисто вот так что такая вот такая вот история вот я хочу выразить уверенность в том что девочка разберется так она молоденько еще у ней надо просто определиться понятно что в 20 лет у человека нет в жизни столько определенности сколько допустим бывает 25 30 40 там и так далее поэтому будем надеяться что она определиться существенно что все-таки у нее уже очень очень много есть на руках помимо драйва у нее все-таки английский хороший да и молодости все это это все большой капитал на самом деле который важно не профукать ну английский может быть не профукать а молодость можно поэтому давайте мы пожелаем сюзанне что все у нее было здорово я хочу особенно ну как бы отметить что очень приятно когда девушка так здорово по-русски говорит то есть все-таки она живет в армении и понятно что это наверное не родной ее язык молодец вот так что пожелаем ей успехов ну и всем нам остальным тоже кто в пути счастлива